здравствуйте дорогие друзья и все интересующиеся миром криптовалюты сегодня хотел бы записать ролик о том какие монеты я не покупаю свой портфель это не будут какие-то неизвестные монеты которые которых никто не знает и этом не буду советовать их покупать это именно те монеты которых говорят практически во всех пабликах добавляют большинство портфелей но и мне они не нравятся и я сейчас объясню почему каждую из этих монет разберу да какие проблемы с какими проблемами она сталкивается и почему я не добавляю в свой портфель первая монета это чейн линк чейн линк это у нас такой протокол ораклов да он работает у нас практически со всеми крутыми на протоколами в крипте это и а вы и синтетикс и компаунд и паксос то есть что такое оракул чтобы допустим а вы если вы положили туда деньги в лендинг протокол а вы дару ролик про него я снимал как он работает сейчас ссылка появится в описании если вы не видели обязательно посмотрите очень интересный протокол вы положили туда день день не деньги токены в залог и взяли кредит но ему нужно как-то понимать когда вас ликвидировать то есть какая цена того или иного актива на сегодняшний день просто взять информацию с сайта на допустим какой там коэн маркет кап он не может потому что мог может быть атака на канал связи может быть атака на а сам коэн маркет кап и таким образом подменив данные на самом деле ну просто всех оставят там без токенов то есть может также таким образом взломать протокол эта проблема лишается ораклы самый крупный из них это чейн линк и поэтому его монеты естественно практически во всех портфелях существует на сегодняшний день у нас капитализация его составляет больше четырех миллиардов долларов капитализация этого токена но в чем проблема основная основная проблема в том что в принципе ораклы это очень узкое место сейчас крипте и она очень неудобно и неприятно и потому что это все идет через процессы голосования там подтверждение и так далее то есть ну лично у меня есть ощущение что именно вот эту часть крипто мира должны как-то усовершенствовать и придумать новую технологию совершенно чтобы передавать данные о монетах о цене этих монет о результатах там каких-то выигрышей если это ставки там условно на спорт или еще что-то без ораклов и в принципе такие попытки делаются вот у нас есть уже статья на которой я наткнулся в миссаре протоколы без ораклов то есть а что здесь говорится что оракл это дорого это неудобно это долго и до действительности сейчас все сидят на там на ораклах и в первую очередь на chainlink и все протоколы но куда ему развиваться то есть уже и так все с ним работают развитие у него как бы я не вижу плюс ну созрел уже на ракет для того чтобы придумать какую-то новую технологию для передачи эта информация без ораков и вот здесь есть два в принципе пути по которому идут это кредитование между пользователями где пользователи сами как бы доверяют друг другу и узнают как бы цену друг другу и второй вариант это гибриды на основе автоматического маркет-мейкера то есть таким образом что если у нас на бирже на какой-то цена да он крутится вот в этих пределах то в принципе ее можно взять за основу и не обязательно для этого прибегать к услугам оракла пока это все в таком начальном состоянии вы прочитайте пожалуйста статью очень интересная но рынок движется в эту сторону и давайте посмотрим на сам токен как он распределен если мы посмотрим вот сюда то есть это вот эти шарики кружки это кошельки на которых хранится ну достаточно много токена link и вот у нас в центре соединены между собой это взаимосвязанные кошельки все они принадлежат финансу и у него ну на самом деле достаточно большая часть эмиссии этого токена остальное это не взаимосвязанные там кошельки можете посмотреть кому они принадлежат что как и так далее ну то есть мы видим что это в принципе тоже ну как бы заинтересован финанс заинтересован в этом проекте хотя возможно опять же это люди хранят свои токены на бинансе и бинанс вынужден для того чтобы у этих людей были токены внутри биржи скажем так он должен их хранить на своих кошельках то есть они на самом деле не бинансовский а у них есть какие-то конкретные хозяева на бирже бинанс вот поэтому отсюда я им делаю вывод что именно talking chain link ну не самый интересный на самом деле для меня я его не храню хотя недавно вышла вот новость о том что они запускают вот сиси айпи это такой протокол нулевого взаимодействия то есть конкурент layer zero который будет соединять как бы все блокчейны опять же можно через него будет перебрасывать токен с одного блокчейна другой пока это все в очень начальном состоянии вот здесь есть статья о том как он работает ее писали очевидно люди которые больше заинтересованы именно в сиси айпи чем в лейер zero что она более такая хвалебная статья но тем не менее есть тоже стоит прочитать конечно если вот этот они реализуют вот этот план то тогда да тогда это интересно ну потому что это что-то действительно снова это закрывает какую-то потребность если это просто токен оракла это неинтересно ну лично мне я опять же не говорю о том что он не может там взлететь до каких-то высот потому что крипта в принципе мир хайпа его могут разогнать куда угодно ничему не удивлюсь ну как сильно так вы конечно же не разгонишь он уже 4 миллиарда да он уже больше чем многие блокчейны у нас но тем не менее но если смотреть на него как на фундаментально да то есть для чего нужен нужен ли он так далее то здесь на самом деле есть проблемы 2 таки на котором я хотел говорить это ripple ну это xrp в принципе то же самое можно сказать и про xlm в чем как бы смысл этого токена это у нас такой а токен который пересылает значит ценность между банками вот он говорит что это будет замена свифту они вот выиграли суд усы соответственно сейчас там такой хайп вокруг него что все мы теперь будем развиваться и теперь уже в этот свифт это прошлое потому что там по три дня нужно ждать перевода из банка в банк а смысл будет такой что условно а банк а пересылает банку b xrp вот эти вот а токены и таким образом банк b узнает что там произошел перевод все это происходит в течение там нескольких минут намного быстрее чем свифт и это защищенная как бы система ну они получили много различных сертификатов подтверждающих их их скажем так ну достойность и соответствие тому чтобы работать с банками все замечательно выиграли соцсет как я уже говорил но в чем проблема да то есть если это у нас служебный токен который только между банками должен передвигаться и переносить ценность зачем они вообще продают в рынок вот сами подумайте то есть у вас есть служебный токен который должен работать между банками зачем вам его продавать в рынок зачем вам вообще чтобы эта цена его росла или падала то есть он вообще должен быть ну там главное стабилен каким-то валютам фиатным потому что через банки будут все-таки переводить фиатные валюты то есть это должен быть какой-то условный стейблкоин тогда больше для этого подходит но стейблкоину свои проблемы а цена xrp вот мы сейчас видим там она растет там она доходила вообще до каких-то высот то есть для чего служебный токен продавать обычным хомякам таким как мы с вами совершенно непонятно то есть отсюда появляется такая мысль что они продают ли они просто именно только хомякам его и продают и никакого никакие банки им пользоваться совершенно не будут потому что банку намного проще и легче построить ну на собственный блокчейн и через него работать а вот это вот история о том что мы будем через него переносить ценности между банками но при этом мы будем шатать цену токена вверх-вниз она будет нестабильно мне совершенно это не нравится и непонятно то есть мне кажется это полная чушь и вот в подтверждение если мы откроем опять же вот эти bubbles map то мы увидим что огромных часть всех xrp токена вот она она вся на бинансе у нас опять же мы не знаем это именно бинанс в них инвестируют или это люди хранят на бинансе но скорее всего есть ощущение что 56 процентов всех токенов xrp находится на бинансе что все-таки бинанс как-то в этом всем замешан и заинтересован ну опять же ничего не знаю просто предположение мои и этот токен xrp и так также в принципе xlm они не сильно отличаются я точно также не покупаю свой портфель токен кардана кардана это у нас супер классный блокчейн с невероятно там прорывным вариантом консенсуса это как бы лучше чем эфир лучше чем там только dot до действительность его разработали именно ученые в университете то есть чисто технически замечательная вещь просто невероятная а и каждый раз играть ну вот кардана это будущее кардана это будущее это будущее но давайте честно у нас эфир развивается с его layer 2 решениями там уже и оптимистичные рулапы и рулапы с нулевым знанием уже развиваются у нас только dot развивается уже недавно вышла программа только dot 20 космос развивается а кардана не развивается кардана вот у нас существует сейчас я открою он у нас собрал раунд в мае семнадцатого года прошло больше шести лет где экосистема до 6 лет развивается токен какой бы классно хороший замечательный он не был давайте посмотрим что у нас в общем есть на нем сто восемьдесят пять миллионов твл а и вот сколько 20 протоколов некоторых вообще ничего нет они нулевые там некоторых по 1000 долларов то есть мы не видим развитие то есть прошла уже одна бычка вторая бычка третья бычка уже прошла в нем так ничего не построили поэтому ну я не вижу смысла вкладываться в эту моменту скорее всего ну мое опять же убеждения ни на чем не настаиваешь то рано или поздно из каждого идея классная хорошая возможно про мы продадим какие-то части технологий до запатентованных которые мы разработали другим блокчейном но свой блокчейн ну я не вижу как бы что он развивается и что на нем что-то в итоге построиться поэтому его я тоже в свой портфель не добавляю еще один токен это токен июне это опять же да вы скажете ничего себе самый главный у нас протокол самая главная свапалка в крипте юни свап почему же ты не покупаешь их токен почему ты считаешь что он не достоин того чтобы быть в портфеле а здесь проблема кроется на самом деле в очень простой вещи у него вообще ноль утилитарности то есть да это токен юни свапа но он что он делает только голосование то есть в принципе его цену будет удерживать сам юни сладо до какого-то предела чтобы его ну чтобы этот токен не выкупили а с рынка и не захватили контроль над юни свап все больше никакой очень раз ни комиссии он не оплачивает не какие-то там интересные фишки не часть заработка с комиссии как допустим в кюрви в том же есть ничего здесь этого нет то есть абсолютно бесполезный токен хотя да топовая биржа топовый протокол и опять же юни слаб на вот он ну на топе своем да то есть он самая главная свапалка в крипте куда ему развиваться что он сейчас станет еще более топовый свапалка нет он уже самый главный поэтому я не вижу в нем перспективы если честно и у него уже сейчас капитализация там под 4 миллиарда долларов ну куда опять же больше чем некоторые блокчейны абсолютно бесполезного токена ну я не вижу в этом смысла следующий токен это токен полигона мать и почему мне не нравится мать и я не добавляю его к себе в портфель в первую очередь мать и это у нас layer 2 на эфире но не тот лир 2 как у нас допустим арбитрум или оптимизм который работает с эфиром качестве газа у него свой токен в котором мы оплачиваем комиссии это а токен матика и тут встает вопрос то есть на самом деле у них был очень дешевые токен сейл то есть они здесь уже там по тысячи иксов имеют все эти фонды скорее всего они уже все продали то есть это было достаточно давно только достаточно много лет и он уже не ну долгое время на рынке но тут вопрос то есть чтобы нам было интересно пользоваться layer 2 он должен быть значительно дешевле чем эфир если вы будете разгонять стоимость токена мать икс то у вас будут транзакции чисто в долларах дорожать поэтому самому мать ику самому полигону не выгодно чтобы у нас была высокая стоимость этого токена то есть он его и должен держать в низких рамках они сейчас строят полигон закиеве а это правда и поэтому они теперь говорят что мы на основе токена мать икс сделаем токен пол и он у нас будет как бы меж сетевым и мы таким образом еще раздадим airdrop пользователям полигон закиевым но есть вопрос то есть а то кинематик мы будем обменивать один на один пол то есть но у нас же есть в чем ситуация у нас есть максимальное предложение в 10 миллиардов токенов мать их уже выкупили по этой экономике люди да соответственно их определенное количество если вам вознаграждать значит вам нужно их выкупать с рынка и токенами пол вознаграждать потому что токен пол и токен мать икс будет обмениваться один на один если же вы будете токенов пол уже делать там не 10 миллиардов а допустим 20 миллиардов то вы получается разводняете общий supply что тоже как бы нехорошо для его цены и вообще вот эта вот идея о том что мы у полигон закиеваем не будем делать свой токен а просто перейдем сюда токены матик превратим их в пол и как-то еще вознаградим людей ну то есть или выкуп с рынков во что я не очень верю или это разводнение supply по большому счету добавление к нему еще дополнительных токенов то есть в принципе только будет там не 10 миллиардов они за 12 15 20 сколько они там решат для себя нужным ну и плюсом над держать его очень в низких в низкой стоимости что если он будет дорого стоит то и комиссии будет стоить дорого что в блокчейне то мы же платим не долларами же платим токенами и доля токен то есть там условно 0 1 матика сейчас будет стоить там 7 центов то если будет мать их стоит 10 долларов то 0 1 матика будет уже доллар поэтому абсолютно бессмысленно и давайте посмотрим на саму экосистему полигона что у нас здесь есть то есть это ави это quick swap это юни свап то есть это все протоколы которые в общем то не матика вские не полигоновский это просто протоколы которые в основном построены на эфире на других сетях вот и ну вот еще допустим quick swap да он больше полигоновский юни свап а вы балансер кюрв бифай компаундер это все общие протоколы которые во всей крипте то есть уникальности здесь тоже никакой нету и ну мне вот это вот не нравится и последняя на сегодня который монета который который я хотел бы сказать это у нас монета солана ее сейчас опять начинают как бы пампить опять начинаются разговоры напомню что такое солана это супер централизованный блокчейн это около 1800 валидаторов но при этом все эти валидаторы тем или иным образом завязаны на команду и получается что что из-за того что они централизованы да транзакции невероятно быстрые невероятно дешевые но абсолютно нет никакой децентрализации и отсюда получается проблема такая что у нас регулярные сбой в ней регулярный плюс она рухнула уже один раз очень очень сильно там были проблемы с фондейшн до солана фондейшн это организация которая непосредственно больше всего ну заинтересована в развитии этого блокчейна если даже мы сейчас забьетом солана сбой все вот у нас будет каждому до постоянно эти сбои вы можете просто сами посмотреть то есть это опять же это абсолютно независимый блокчейн это не l2 на эфире это не космос не полка дот вообще отдельная история и как бы ну а кому сейчас это надо то есть у нас развивать совершенно сейчас другие тренды в крипте ну и вот мы можем посмотреть капитализацию да то есть у нас капитализация опять же выросла там до 78 миллиардов сейчас она у нас сколько там она у нас она у нас в районе 10 миллиардов потому что вот он низ был по 3 миллиарда капитализации вообще это все выглядело так как что это просто манипуляция на самом деле на рынке потому что очень по дешевой цене раздали фондом эту монету потом ее вот просто запампили была дикая там рекламная кампания вместе с майком тайсоном и так далее ну и потом все просто бросили эту монету никому не нужна сейчас еще может быть хотят прокатиться на этой волне но не более того и даже вот общий тв луги 312 миллионов всего-навсего да да и вспомните даже тот же не он и в м который недавно выходил на коин листе это как бы соединитель соланы с эфиром как он себя показал как он вышел ну в общем провальная айдио абсолютно потому что никому не нужная система но ее сейчас опять пытаются немножко оживить и загнать туда опять обычных пользователей на этом на сегодня все я рассказал о всех основных таких известных популярных монетах которые практически в любом крипто портфеле присутствуют но которые я лично для себя отметил как неинтересные для инвестиций если вам понравилось мое видео подписывайтесь на канал ставьте лайки подписывайтесь на мой телеграм а я продолжу делать новые видео